На фонтанке опубликован материал Ирины Тумаковой. Жириновский позаботился о собаках, в котором подробно расписано предложение ЛДПР по организации жизни собак и их владельцев. Предлагаются достаточно строгие меры, но меры по их реализации, то есть меры наказания за нарушение, не прописаны и много других вопросов возникает. В частности, куда пойдут деньги, которые предлагается собирать собачника в качестве пошлин и так далее. Но сегодня я пригласил в студию Красимера Вранского, главу движения Красивый Петербург, для того, чтобы вы, Красимер, рассказали нам, насколько действительно остро проблема содержания собак сейчас стоит в городе. Если так, то как она решается и кем. Значит, суть в чем, что мы с прошлого года стали проводить акции по популяризации как раз культуры, как правильно заботиться о своих собаках. Потому что собачников очень много в Петербурге и на сегодняшний день есть категория граждан, которые даже не понимают, что после того, как твоя собачка нагадила, за ней надо убрать. Все-таки мы живем в прекрасном городе и наша в том числе ответственность заботится о его чистоте, то есть не допускать загрязнений. Поэтому здесь следующий момент. От некой отсутствия культуры у собачников ведет к некоторым неприятностям. Ну, например, вы нагадили, ваша собачка нагадила, это не убрали, это остается, это неприятно визуально. Мы ходим везде, тротуар, улицы, особенно в центре, где газонов нет, это все прямо на тротуаре остается. Второй неприятный момент, что собачники очень часто прогуливаются, собака оставляет просто без поводка, без намордника и может привести к некоторым неприятным ситуациям, когда даже если собака не хочет навредить кому-то, но она в желании поиграться, например, с ребенком, она может напугать его до чертиков. То есть, что вы сделаете, если вы родитель, чей ребенок вот-вот испугался собаки, вы же не знаете, она играться хочет или хочет его укусить. Я историю помню, в детстве у меня в деревне меня клюнул петух. Вот я ходил по двору, меня клюнул петух, моя бабушка взяла топор, ему отрубила голову. Понимаете? Вот такие ситуации могут неприятными быть не только для хозяев собак, но еще и для остальных граждан. Поэтому здесь очень важно заботиться именно, чтобы было все в нормах и правилах. Причем те законодательные меры, которые на сегодняшний день есть, если вы не убрали за собачкой или без поводка или без намордника прогуливаете с собакой, штраф от двух до четырех тысяч. Оформить этот штраф должен сотрудник администрации в присутствии полицейского. То есть это уже два человека, которые будут ходить. Оформление порядка несколько часов занимает. Собачник гуляет или рано утром, или поздно вечером. Соответственно, тогда не работают административные чиновники. Поэтому здесь наказуемости вообще нет. И вот у нас получается такое неприятное социальное явление, которое появляется. Это докхантеры. Это крайность уже, где люди, которые пострадали или как-то неприятно. То есть это ужасающе, чтобы травить собак. Причем вставлять или отраву в колбасу, или какие-то гвозди, или что-то острое. Но понимаете, здесь в чем еще проблема? Ведь по этим газонам, по этим ходят же и наши дети, которые могут также пораниться. У нас был несчастный случай в прошлом году, где ребенок отравился вот такой отравой, которую докхантеры оставили для собак. Ну то есть, понимаете, несоблюдение каких-то правил норм ведет к очень нехорошим ситуациям. И я здесь вижу только один способ решения, как это уже за рубежом это решили. Большие штрафы. Нечего думать. Да, у тебя есть собака, за ней надо заботиться так, чтобы она не мешала, не пугала других. Например, на Кипре 1860 евро штрафа. Понимаете, если вы не убрали за своей собачкой. Естественно, там все убирают, и все чистенько, все хорошо. В Штатах, Германии, Франции штрафы огромные. Поэтому человек, который завел собаку, он берет за нее ответственность. И он заботится о ней, как полагается. Но такая мера в России пока невозможна, потому что, говорю, штраф максимально 4000 рублей. Его надо, наверное, в 100 раз поднять, чтобы реально было собачники, чтобы они заботились о собаках. Но даже некое такое изменение нужно менять в федеральное законодательство. Потому что за административное правонарушение максимальный штраф 5000 рублей. Увеличивается штраф и неизбежно растет культура. Да, совершенно верно. Это очень хороший пример. Да, мы проводим регулярные акции по популяризации культуры среди собачников. Мы раздаем бесплатно пакетики. Просто показываем людям, что, друзья, давайте жить дружно, давайте жить в красивом чистом городе, давайте убирать за своими собачками. И раздаем бесплатно пакетики, рассказываем про вот эту культуру. Очень часто встречаем людей, которые подготовлены, убирают за собаками. Но, понимаете, даже если вы все хорошо делаете, на поводке у вас собака, вы убираете за ней. Те, которые не убирают, ваша собака тоже может пострадать от этого. Потому что она идет гуляет, понюхала какую-нибудь там конфетку отравленную и все. Поэтому здесь нам надо, это всеобщая проблема, и надо всем соблюдать порядок. Красимир, и все-таки мы сегодня спорили в редакции. Одни говорят, что невозможно выйти из подъезда, кругом экскременты собачьи. А другие говорят, что заметно меньше стало в городе. Раньше действительно везде, а сейчас вроде как меньше. Все-таки культура, несмотря на то, что штрафы не растут, она как-то меняется? Меняется. Значит, с каждым годом, я занимаюсь общественной деятельностью уже три года, и я замечаю, что все больше активных людей становится, культура в том числе растет. Ведь Петербург на сегодняшний день первенец во всей России среди общественных движений, организаций, популяризующих чистоту, красоту в городе, патриотизм, любовь к родине. Ну, все-все-все, Петербург у нас. Все-таки срабатывает. Все это срабатывает. Все-таки вернемся к законодательству, которое, как вы говорите, нужно менять. Константин Добрынин, сенатор, рассказал, что петербургские законодатели, среди которых, например, господин Тюльпанов, уже около двух лет назад отправили в Госдуму предложение на аналогичную тему, что стоило бы их тоже поднять, а не читать новые Жириновского, которые, в общем, во многом повторяют те. Кто вас поддерживает из людей, определяющих законодательную среду нашу? Ну, так, ну, когда речь идет о, чтобы менять федеральное законодательство, не все идут на этот шаг дальше. То есть, потому что понимаешь, что это долгая волокита, им это, ну, не надо тратить время, поэтому, получается, оно все упирается в Москву, возвращается в Москву. А на местном уровне это не решается? На местном уровне пока можно решать это только популяризацией культуры за, ну, уходом за собаками. Скажите, насколько остро сейчас стоит проблема с бездомными собаками, ну, вообще с бездомными животными, и как она решается? Решается как? Их травят, их просто берут и травят, потому что нету средств на их содержание, на их, ну, это со стороны чиновников, да. Есть общественные инициативы, которые их принимают себе в приюте, заботятся о них, ищут хозяев, но это очень маленькая толика от всего общего. Естественно, такие собаки, которые просто гуляют, они являются угрозой для горожан, поэтому с ними надо что-то делать. Нет средств на питомников, поэтому их просто травят и куда-то... Я не знаю, что дальше случается с ними. Ну, может быть, вот если... Кладбище собачьих, вот эти мы не видели, значит, где-то... Если вот все-таки поддержать предложение ЛДПР в плане сбора пошлин с владельцев собак, и если это будут целевые сборы на содержание таких питомников, наверное, многие бы согласились с этим предложением. Ну, я не знаю, например, ведь мы же что выбираем, чтобы, если мы что-то внедряем, оно должно нести какую-то пользу этому обществу, да. И незаконодатели, да и многие из людей, они не найдут некую вот именно, а какую пользу нам принесут эти собаки, да. Естественно, некоторых возьмут... Ну, это худшее развитие, да, там возьмут на пробы, чтобы им там, не знаю, крема мазать или что-то на эксперименты какие-то. Ну, то есть судьба собак в нашем обществе, она, я не знаю, собачья жизнь. То есть вы считаете, что мы не то общество, которое понимает, что жизнь собак, она напрямую связана с жизнью людей. Если мы сейчас уничтожаем собак, то мы как-то ближе к какой-то дикости, который может вполне коснуться нас всех уже в каком-то другом человеческом варианте, но это не значит, что он будет более гуманным. Очень хорошо вы сказали. Дело в том, что вот это понимание, оно приходит в момент, когда люди выходят за рамки понимания, что их дом, это не только их квартира, четыре стены, а их дом, это их двор, их район, их город. И что все, что в нем происходит, все, что в нем живет, все, что в нем есть, это касается в том числе и его, и всех нас. Такое понимание, оно приходит с временем, приходит с деятельностью. И в тот момент, когда вы выросли на уровень понимания, что ваш город, ваша страна – это ваш дом, вы начинаете задумываться о заботе не только о себе, но и о других, и в том числе о животных. Поэтому нам нужно воспитывать вот это понимание, что я и вы, мы сограждане, да, и мы должны уважать друг друга. Если есть возможность, помогать друг другу. И если у нас есть возможность сделать что-то хорошее для нашего общества, вот такие ценности, их нужно взращивать. С другой стороны, это вполне может быть поддержано властью и вполне политически волевыми решениями. Нет, не может быть поддержано властью, потому что власти нужно лояльные, ручные, управляемые общества, партии, организации, что бы там ни было, чтобы в нужный момент вот эти организации сказали нужные слова, сделали нужные действия, проголосовали как надо. Поэтому, к сожалению, мы к партиям, к власти обратиться не можем. Мы можем обращаться к некому коллективному разуму. В Петербурге у нас есть преимущество в этом, потому что традиционно у нас заложена у людях высокая культура и высокий дух. Поэтому общественными гражданскими усилиями можем решать и поднимать какие-то проблемы. К властям бесполезно. Можно я практически вам объясню, что я имел в виду? Например, в Эстонии мне рассказали, там в течение месяца всем жителям страны предложили показывать на карте в интернете, где они видят кучу мусора. Затем, через месяц, вся страна, но это процентов 20-30 населения, но у всех есть дети, родители, друзья и так далее. Они вышли и убрали всю страну. Естественно, эти люди уже никогда не будут не мусорить, не дадут другим. На следующий день ввели штраф. Если я не ошибаюсь, на тот момент порядка 50 тысяч рублей в эквиваленте за то, что ты бросил, скажем, мешок с мусором. С тех пор проблемы в стране такой, как мусор, нет. Это власти или это воспитание, менталитет? Это что? Это, по-моему, вот тот самый конгломерат. Это все вместе, потому что вы прекрасно понимаете и знаете, кто у нас во власти, какие люди у нас во власти, и что это не то, что эти люди не отвечают конкретным запросам общества. Отстают. Просто отстают. Хорошо, скажем так. Но вот Жириновский вышел с предложения, в котором все, что вы говорите, расписано. Правда, должен согласиться, действительно не расписаны меры ответственности. То есть там лишение лицензии. Это даже не собаки, а те, как некой лицензии лишают. Но и поводки, и намордники, и так далее, и так далее. Все, все, все расписано. Дело в том, что этой же инициативой, ну, подобной, два года назад наш депутат тогда ЗАГСа Тюльпанов тоже выступал. До этого тоже выступали. Они постоянно поднимаются подобные вопросы, но, к сожалению, они не решаются. Они просто поднимаются, явно не хватает все еще запроса, что ли, со стороны граждан. Потому что все изменения, они, если есть на них запрос в обществе, они происходят. Просто еще не перевалило, не перевалило за то, чтобы эти проблемы решались. Я понимаю, вы понимаете, мы понимаем эту проблему, но еще недостаточно людей, которые готовы толкнуть наших чиновников, наших депутатов к тому, чтобы действительно доработать эту проблему до конца. Спасибо большое, Красимир, за вашу комментарий и, конечно, вашу работу. А у меня в студии появляется Ирина Тумакова, автор материала на Фонтанке. Ира, и вопрос вам. Пожалуйста, прокомментируйте предложение ЛДПР, но не как журналист, который должен быть всегда объективным, а именно как человек, который очень любит собаку, у которого есть собаки, который защищает собак. Ну, что вы думаете? При всей внешней, такой, может быть, какой-то нелепости этого закона, в нем есть одно рациональное зерно, главное. Это попытка, наконец-то, отнестись к собаке не как к вещи, к объекту имущества, а как к живому существу, у которого есть потребности, за которые нужно отвечать, и о котором нужно заботиться. Другое дело, что вот в этом нужно было пойти дальше. Нужно было, например, ужесточить ответственность за жестокое обращение не только с собаками, а с животными вообще-то. Вот первое, чего мне, например, как собаковладельцу не хватило в этом законе. И второе, вот эта пошлина, которую они предлагают увезти на собак, на мой взгляд, должна быть не пошлиной, единоразовой, а ежегодным налогом, который бы платили владельцы породистых собак. Именно породистых? Именно породистых. У меня одна собака очень породистая, другая взятая из приюта. Поэтому вот я точно могу сказать, что владельцы породистых собак должны платить налог, который бы целевым образом шел на содержание приютов. Я бы за своего Борчука платила налог, если бы знала, что он пойдет на каких-то вот бедняжек, ну хотя бы частично, в приюты. То есть, если бы вы были депутатом Государственной Думы, то вы, в общем, отца вам проголосовали бы за это предложение, введя поправки по ужесточению ответственности за те самые нарушения, которые, в общем, в законе перечислены. Ну да, потому что за жестокое обращение с животным нужно обращаться, нужно отвечать так же, как за жестокое обращение с человеком. Не потому что я сравниваю животное и человек, хотя почему бы нет, а просто потому что тот, кто позволяет себе живодерство по отношению к собаке, кошке, там кому угодно, к еноту, он точно позволит себе это по отношению к человеку, даже еще худшие вещи. Спасибо большое. Будем следить за тем, как развиваются события в Государственной Думе, Совете Федерации и так далее, и так далее, как эта законодательная инициатива будет превращаться в закон и будет ли. Естественно, что узнаем, вам расскажем, поэтому читайте, слушайте и смотрите Фонтанку, будете в курсе. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok